чтобы оно на месте становилось, и у вас трафик не тратил с интернета. Спасибо большое. Добро пожаловать на наш первый вебинар по мастер-классу «Скайп-технологии в образовательном процессе». Вот такой у нас значок есть. И я начинаю. Поэтому хотелось бы сначала познакомиться, представиться. Может, кто-то сегодня присутствует из тех людей, которые меня не знают и не знакомы. Поэтому представлю, что я являюсь учителем английского языка на территории Свердловской области в городе Верхотурья. И на сегодняшний день у меня есть несколько сетевых статусов. Один нескольких сертифицированный онлайн-тренер, потому что я прошла дистанционные курсы на портале webinar.ru. По вебинарам и их продвижению сети. А также являюсь педагогом-экспертами и тренером компании Microsoft. А в августе этого года получила статус уже Skype Master Teacher. Являюсь представителем Skype Master Teacher в Российской Федерации. Спасибо большое, коллеги. Я тоже вас рада видеть. Среди вас, думаю, есть и участники мастер-класса, и просто люди, желающие узнать, что же такое Skype, и как их можно применять на уроках в образовательном процессе. Спасибо большое. А сейчас скажите, пожалуйста, все ли вы используете Skype у себя на компьютере? Поставьте плюсик. Нет, давайте поставим единицу, если мы используем его дома в личных целях, и десяточку, если мы его используем для работы. Например, проводим дистанционные уроки или еще что-то. Да, отлично. Я вижу, да. Так. Я тоже начинала с того, что начала применять Skype именно для общения с родственниками, которые живут в другой области. Но я вижу, среди нас есть те, которые используют в образовательном процессе, да, с учениками. Вот сейчас вы видите некоторые возможности программного обеспечения Skype, такие как чат. Мы уже со вчерашнего дня начали общаться в чате. Видеосвязь, аудиосвязь, демонстрация экрана, что очень немаловажно для работы учителя. Отправка файлов, да. И также, чтобы повысить настроение, можно использовать и мотиконы, смайлики, модди, там музыкальные файлы есть, и видеофайлы небольшие. Отправлять видеосообщения и создавать различные беседы. Напишите, пожалуйста, в чате, какими возможностями программного обеспечения Skype пользуетесь лично вы. Вот когда я только начинала пользу, я обычно в чате писала. Сейчас, да, подумаю. А, отлично, у нас есть даже те, которые все используют. Пользуют. Молодцы. В чате я никогда не общалась до этого. Молодцы, коллеги. Даже демонстрация экрана пользуются, да. Видеосвязь. Видеосвязь и аудиосвязь, такие наиболее распространенные. И чат еще, и смайлики. Да, да, Зоя Николаевна, да, я принимала участие в работе Intel Galaxy. Отлично. Тогда практически вы знакомы со многими возможностями программного обеспечения Skype, и мы узнаем, как же их можно применять в образовательном процессе. На протяжении двух лет я уже провожу мастер, провожу Skype-уроки. И с некоторыми хотелось бы сегодня поделиться с вами, для того, чтобы вы знали, на что вообще можно рассчитывать по окончании данного мастер-класса, и какие перспективы вас ждут. Во-первых, мы пригласили спикера из Лондона, это был представитель сайта BBC. Вы видите сейчас скриншот этого сайта, ночной хранитель зоопарка, где наши студенты зарегистрировались на данном сайте, и они писали небольшие письменные работы. Только после этого с нами встретился представитель данного сайта и побеседовал на тему домашних животных. То есть мы пообщались на тему домашних животных с человеком из Лондона, и ученики были в восторге. Также мы общались с представителями, с экспертом по акулам. Женщины нам рассказали о том, какие есть виды акул, почему их нельзя убивать. И при этом на встрече у нас присутствовали дети из детского дома, не все знали английский язык, я помогала с переводом. При этом, чтобы встреча не затягивалась, мы заранее договорились, что встреча у нас пройдет минут 20. Спикер пошел на встречу, то есть мы пообщались, при этом она использовала демонстрацию экрана, показывала у нас свою презентацию с фотографиями шикарными, где она была. Также мы встречались с учащимися из Индии. Это у нас были скайп-уроки. Обратите внимание на то, что на скриншотах видно, как дети расположены. То есть у нас мы привыкли к классам, и здесь дети в одной комнате на полу. Причем количество детей может быть различным. У нас было от 20 до 120 человек одновременно, которых разных классов, разных возрастов собирали, и вот мы с ними общались, беседовали. При этом участники скайп-встреч могут общаться на различные темы. У нас темы были традиции, рассказывали о традициях в России, учащиеся из Индии рассказывали о традициях у них. Также рассказывали нам, показывали нам свои подделки. На предыдущем слайде нам показывали традиционную индийскую одежду, исполняли индийскую музыку, танцы. То есть это было все интересно. Дети были в восторге после этого. Можно побывать даже, так сказать, принять участие, где у нас есть собаки. То есть мы встретились с пожарной собакой, с далматинцем Молли из Арканзаса. Это было реально. То есть мы и раскраски раскрашивали, показывали, и песенки исполняли на английском языке о пожарной безопасности. При этом в Арканзасе было 3 часа утра, у нас был обед. Разница во времени была большая, но вот нам пошли на встречу. То есть когда мы отправляли запрос на эту встречу, там время было указано, то есть можно было сделать. Так, да, Индия у нас очень отзывчивые партнеры, поэтому, коллеги, если только начать общаться, то запросов будет очень много, мы периодически с ними встречаемся. При этом вначале было сложно, потому что воспринимать, то есть акцент вот этот, произношение, как индийцы разговаривают на английском языке. Можно, но при этом дискомфорт снимается, если попросить еще раз задать вопрос, или пообщаться в чате, или просто написать на бумажке вопрос, текст и повторить его. Также можно сыграть в игру. На портале Microsoft предлагается такая игра под названием Mystery Skype, когда загадывается страна, в которой живут участники. Мы играли в Mystery Skype одновременно с представителями Японии и Египта. Вот здесь вы видите скриншоты. Мы отгадывали, в какой стране они живут. Они же отгадывали, в свою очередь, нашу страну. При этом мы делали все по очереди, и на английском языке, естественно. И отвечать только можно было либо да, либо нет. То есть задавать вопросы общего характера, что будут наводить. Мы попробовали сыграть в такую игру на русском языке с начальными классами. У нас тоже пошло. Мы загадывали сказки Сутева, но это на русском языке, и не по теме английского языка. У нас просто отдельное было мероприятие. Тоже вполне возможно. Также вы можете принять участие в различных виртуальных экскурсиях, потому что на портале предлагается огромное количество экскурсий. И у нас была экскурсия под названием «Кто украл корону принцессы?». Это был португальский зоопарк в городе Лиссабоне. Мы дважды принимали там участие с детским домом и с учащимися начальных классов, потому что у них лексика простая. Представитель, гид, принцесса. Они их разные. Татьяна, еще другие были принцессы. Они с планшетом ходят по зоопарку и рассказывают о животных. Причем называют их животных, чем они питаются. Также можно договориться о том, чтобы... О каком портале идет речь? Это портале Microsoft, сообщество Skype in the Classroom. И можно договориться о том, чтобы спикер разговаривал медленно, либо четко сократил, предположим, на 40 минут уложиться в урок, либо даже в 20 минут. То есть это по вашему желанию, по договоренности. Также можно принять участие в различных музеях. На портале есть множество музеев, куда вы можете отправить запрос, и если приедет одобрение, то принять участие и в виртуальной экскурсии в музей. У нас в городе Верхотуре есть городской музей, и мы оформили две официальные страницы на портале Microsoft для всех желающих. Одна страница на русском языке для русскоговорящей аудитории, и вторая страница на английском языке для англоговорящей аудитории. То есть мы встречаемся со всеми участниками стран мира и проводим виртуальные экскурсии для них. Поэтому, пожалуйста, если будет желание провести экскурсию для учащихся в вашей школе, конечно, нужно на портале зарегистрироваться для того, чтобы отправить запрос. Либо найти меня в Skype и лично со мной договариваться, потому что экскурсии провожу я. Вот, все это делается. У нас были встречи с индийцами, здесь скриншоты из Индии, и при этом мы ходим по музею, показываем экспонаты, рассказываем истории, которые с ними связаны, интересные, и включаем небольшие видеофайлы, чтобы можно было посмотреть более интересно. При этом в Skype вы можете использовать множество различных сервисов. Здесь представлена лишь малая часть сервисов, которые мы использовали. Это, значит, сервис... Сейчас курсор мышки. Так. Сервис сократив.com для проведения соревнований, онлайн-соревнований. Здесь вы видите еще сервисы. Также Learning Apps мы использовали сервисы. Это просто демонстрация презентации. И сервис по интерактивной доске iDRAW. То есть, пожалуйста, без проблем. Это все можно использовать при проведении встреч. Теперь. После регистрации на портале Microsoft в сообществе Skype in the Classroom при, естественно, при активном участии, при работе, при работе, то есть можно стать педагогом-экспертом Microsoft. И раз в год компания Microsoft проводит международные форумы всех педагогов-экспертов. И в этом году мне посчастливилось принять участие, потому что наши представители, российские представители компании Microsoft, менеджеры, предложили принять участие мне и нашим коллегам из Москвы и из Петербурга. Сейчас вы видите на скриншотах. Причем компания оплачивает такие поездки сама, то есть не за счет участников. Это проходит ежегодно в разных странах мира. Вот в этом году это было в Торонто, в прошлом году это было в другом городе и в следующем году это тоже будет другой город, другая страна вообще. Вот, поэтому, если у вас будет желание, пожалуйста, регистрируйтесь на портале, принимайте активную участие, работайте, и тогда можно стать педагогом-экспертом, то есть заявить о себе. В этом году, в августе, я официально получила статус Skype Master Teacher. До этого, в начале лета, была открыта номинация, выдвижение на этот статус. Нужно было заполнить презентацию, рассказать о себе, почему я рассматриваю себя как Skype Master Teacher, что я для этого делаю, и просто собрать информацию о себе, практически чем я занимаюсь, как я использую Skype в образовательном процессе, и там уже идет потом отбор. На данный момент у нас 140 участников со всех стран мира, всех Skype Master Teacher. Сколько длится обучение? У нас мастер-класс бесплатный, и длится обучение у нас примерно полтора месяца. Далее. А теперь у меня вопрос к вам. Готовы ли вы начать обучение? Если готовы, ставим плюсик, чтобы познакомиться с программным обеспечением Skype. И мне очень бы хотелось, чтобы среди вас были будущие представители Skype Master Teacher, чтобы вы тоже получили данный статус, потому что Россия все равно должна продвигаться дальше, вперед, чтобы у нас было таких активных как можно больше. Отлично. Спасибо, коллеги, за плюсики. Это значит, что мы готовы с вами работать. Но начинать нужно всегда с самого малого, с простых шагов, с настроек Skype. Все ли заглядывали в настройки Skype? Пожалуйста, поставьте пятерочку. Если да, если нет, то нолик. Отлично, я вижу. Так, спасибо, вижу. Отлично. Но есть нолики, да. Я тоже при начале использования Skype не заглядывала в настройки так, чтобы проверить аудио, видеосвязь и все. Вроде казалось бы, что еще там можно делать. А оказалось, что там огромное количество интересных таких штучек, которые нужно знать. Так. Записи вебинаров у нас будут доступны позже, так что, если что, можно будет просмотреть их потом. С настройками Skype я очень рекомендую вам познакомиться и как можно более подробно, потому что периодически приходится в них заглядывать. Потому что там очень много разных интересных вещей приходит. Обратим внимание, что когда мы с вами общаемся в Skype, перед нами вот такое окошечко появляется. С левой стороны мы видим список контактов пользователей, которые у нас есть, имеются. Чем больше их, тем лучше. Потому что можно найти себе коллегу для общения, класс, школу. Далее, в верхнем левом уголочке мы видим здесь вкладочки, вот которые сегодня мы будем знакомиться. В центре перед нами диалоговое окно, где мы с вами общаемся, переписываемся в чате. При этом во время общения мы сюда можем добавить дополнительных участников. Мы можем позвонить им, аудио- либо видеосвязь. Но имеется ограничение. То есть, если у вас трафик, интернет-скорость очень хорошая, то это может быть 10 человек, даже чуть больше. В разных источниках по-разному бывает. Я пока проводила только на 10 человек. То есть, где ищите коллег для общения? Это я все расскажу, все свои секреты. Потому что есть сообщество Microsoft, есть сообщество Skype для учителей и учащихся, есть группы на Facebook. То есть, это я вам все покажу. Есть даже целые страницы, где-то у меня есть адреса в Excel, где можно найти для себя, для партнера для общения. То есть, это без проблем. И мы видим также, что во время общения мы можем с вами отправлять документы, картинки, делать демонстрацию экрана и так далее. Нам важно пользоваться сетевым статусом. Вот сейчас у меня сетевой статус в Skype красный. Я перед тем, как начать вебинар, вот выделил такой красный. Для того, чтобы меня не беспокоили, знали, как часто вы меняете свой сетевой статус в Skype. То есть, если у меня компьютер закрыт, я могу общаться на смартфоне. Редко, да, коллеги. То есть, практически не меняем. Иногда скрываетесь. Правильно, во время работы у нас скрываться. Татьяна Геннадьевна, да. То есть, по мере необходимости мы это пользуемся. То есть, если что, мы знаем, где поменять с вами сетевой статус. Чтобы коллеги знали, что сейчас не стоит беспокоить. При этом нам с вами нужно, конечно же, заполнить все личные данные, которые у нас с вами имеются. Я просила всех участников мастер-класса заполнить хотя бы по минимуму свои данные. Заполнили? Просила написать фамилию, имя, страну, город и время. Отлично. То есть, можно было на русском, можно было на английском языке. Так, при этом здесь у меня сейчас скрыт номер телефона на скриншоте, но он у меня в личном профиле заполнен. Поэтому, если что, можно звонить мне даже в скайпе. И у меня идет переадресация звонков на телефон. То есть, это же можно сделать. Для чего нужно менять личные данные? Я вам говорила об игре Mystery Skype, когда нужно отгадать страну участников, с которым вы общаетесь во время игры. Это у нас были такие случаи, когда во время игры у меня имя, фамилия были написаны кириллицы на русском языке. Естественно, это легко догадаться, что я из России. Поэтому важно поменять для игры страну проживания и все-таки написать свое имя, фамилию, либо чтобы непонятно было на английском языке. Да, для игры. В принципе, так-то я не меняю личные данные, у меня все остается постоянно. Так, далее у меня идет сортировка. То есть, когда я записываю, ввожу кого-то в контакты свои, я его сортирую. То есть, у меня отдельно есть и друзья по общению, и по работе. То есть, это можно сортировать вы лично сами, чтобы потом было проще искать, кто у вас по работе, кто друзья, коллеги или по какой-то другой тематике. То есть, это все заполняется, вот смотрите, вот здесь вот. Вот, переходим сюда и добавляем группу, а потом уже отмечаем пользователя. Далее. К сожалению, скриншоты здесь маленькие. Так, я сейчас увеличу. Вот так лучше будет. Ага. При этом дополнителем вы можете все контакты сохранить. То есть, смотрите, если вам нужно сохранить ваши данные, вы, пожалуйста, сделайте себе копию для того, чтобы не терять. Я это периодически делаю, потому что у меня список контактов растет, и чтобы их не потерять, при возможности, я их себе, естественно, на компьютер сохраняю. Это очень важно знать. Далее. При этом я периодически создаю различные беседы. Беседы создаются в нескольких местах, то есть это можно создать здесь беседу, а можно, она отдельно, сейчас покажу. А можно просто-напросто вот здесь вот плюсик нажать. Когда нажимаете плюсик, у вас создается беседа. Об этом мы поговорим чуть позже. Я это показала для того, чтобы вы знали, что можно добавлять людей, переименовывать, да, блокировать отдельных пользователей. Бывает, иногда приходит спам нежелательно. И у меня было такое. Я просто этих людей блокирую. Вот и все. Настраиваю уведомления. Здесь также и при этом обратите внимание на стойку поиска. Если вы нажмете вот эти две заветные кнопочки во время беседы, то у вас появится дополнительное окошечко для поиска нужного вам слова. Я создала такую беседу, пригласила пользователей, участников мастер-класса, и мы там общаемся вполне бесплатно, то есть это все хорошо. Далее мы можем скрывать беседу, закрывать. При этом очень интересная разница в том, что, смотрите, когда я создаю беседу, она мне на компьютере, я ее, предположим, на компьютере удаляю. На смартфоне она у меня сохраняется, мне еще надо там тоже удалять ее. Некоторые беседы не видны на компьютере, и чтобы их удалить, мне нужно на смартфоне заходить. То есть здесь такое тоже бывает. Далее. Здесь я вам выделила видео. Дело в том, что во время общения с коллегой, когда у вас настроена видеоконференция, видеосвязь, вы можете сделать скриншот. Вот где можно создавать скриншоты во время скайп-конференции, во время скайп-уроков, скайп-игр, для того, чтобы у вас... Например, если у вас три участника, то будут три отдельных фотографии. Причем вы эти фотографии тут же можете отправить в чат вашей встречи. Вот. Поэтому это можно сделать. Я использую и стоп-кадр, и в то же время я использую отдельную программку для создания скриншотов, чтобы можно было использовать. Потому что качество вот этих вот стоп-кадров бывает не всегда хорошее. Сразу предупреждаю. Ольга, у вас стоп-кадр не активен? У меня он сейчас не активен, потому что здесь он активен во время общения, именно во время видеоконференции, видеосвязи. Вот. И при этом все фотографии, все вот эти скриншотики, стоп-кадры, они сохраняются в отдельной папочке на вашем компьютере. Их можно потом найти в галерее стоп-кадров. То есть они там сохраняются. Вы просто нажимаете на эту стоп-кадр, кнопочка активируется, и все, картинки сохраняются. Так, видео бесед может быть даже на 10 участников. Да, Любовь, вы правильно поняли. Да. Мы проводили такие встречи на 10 участников, и у нас видео работало. Так, неактивная опция видео. Юлия пишет. Если участников больше, там 10, то вполне возможно из-за этого. В групповых чатах, где очень много людей, то эта функция не активируется при общении. Далее. У нас есть кнопочка, вкладочка вид. Ну, здесь вы можете посмотреть. И вот здесь вот в кнопке вкладки вы видите галерея стоп-кадров. Ее можно найти вот здесь. Когда вы нажимаете на галерее стоп-кадров, вы автоматически попадаете в папку на вашем компьютере, где находятся все эти кадры. То есть эти кадры можно удалять, снова отправлять и так далее. То есть вот. При этом можно отправлять так. При этом хотелось отметить, что у меня на скайпе было такое время, когда есть деньги, например, минимум 5 долларов. Кладешь, там можно на скайпе, и включить переадресацию звонков. Вот это вот платная функция. Тогда люди, которые вам звонят на телефон, пообщаться с человеком. Он будет общаться в скайпе, а вы на телефоне. То есть вот это переадресация звонков. Но это платная функция, ее нужно подключать. Минимум тут 5 долларов, кладешь. Ну, мне вот одно время хватило, 5 долларов на весь год растянуло. Тут иногда на полгода. То есть по-разному бывает. Далее. Вкладка языки. То есть вкладка инструменты и изменить язык вот здесь вот. Бывает так, что вдруг скачали программу, установили ее на английском языке. Такое вполне возможно. Поэтому если открыть вкладку инструменты, то можно уже изменить язык. Видите, их огромное количество языков есть. Пожалуйста. Нам, естественно, нужен русский язык. Так, со звуком. Проблемы есть у кого-то еще? Если проблемы со звуком есть, поставьте плюсик. Ой, вернее. Если нет проблем, поставьте минус, что все нормально. Все нормально. Спасибо. Так. Отлично, коллеги. Спасибо. И очень часто я открываю вкладочку помощь. Для чего? Для того, чтобы проверить на наличие обновлений. Скажите, пожалуйста, коллеги в чате напишите, вы проверяете обновление? Да, нет? Так, нет, не проверяете. Редко. Но вижу единицы, кто проверят. У меня к вам убедительная просьба. Пожалуйста, сегодня проверьте обновление вашего программного обеспечения SCAD. Это очень важно для того, чтобы мы с вами могли проводить онлайн-встречи, видео-встречи. Бывают такие ситуации, у меня встречались, что если я отправляю звонок, видео-звонок, то мне пишут в настройках, что у участника установлено старое программное обеспечение Skype, и он не может, то есть вызов до него не доходит. Это может быть. Это очень важно. При этом иногда при загрузке обновлений в Skype добавляются дополнительные функции. За час до вебинара язык поменялся на рамский. Да, Елена, да, бывает такое. Поэтому, пожалуйста, меняйте, проверьте на наличие обновлений и загрузите новую версию программного обеспечения Skype. Либо сделайте, чтобы он у вас на автомате. То есть я этим очень часто пользуюсь, периодически обновляю. Это очень важно для общения, именно для видеообщения. Вот. То есть вот так вот. Далее. Нам очень с вами нужна будет вкладка «Безопасность». Сегодня, пожалуйста, загляните в эту вкладочку «Безопасность» для того, чтобы проверить настройки. И у нас вчера появился вопрос о рекламе, которая появляется в Skype. Поставьте, пожалуйста, плюс, если у вас есть реклама в Skype. Так, у нас 177 участников. То есть есть, есть участники, у которых есть реклама в Skype. Да, раздражает, Зоя Николаевна. Честно говоря, я с таким не сталкивалась. У меня никогда рекламы не было, слава богу. И я столкнулась, у меня муж. То есть у меня задал вопрос, как убрать рекламу в Skype. И вчера у нас на форуме об этом тоже написала. И у нас в групповом чате, где у нас общаются участники мастер-класса, тоже такой вопрос был поднят. И вот в «Настройках безопасности» есть форма, обсуждали, функция не помогла. То есть как из рекомендаций могу предложить удалить эту Skype программку и попробовать скачать новую. Да, пишет Алла Владимировна, что у меня нет, хотя сейчас увидела, что она разрешена. У меня такая же ситуация, да. В «Настройках безопасности» очень важно посмотреть, что здесь можно делать. То есть вы можете подстроить Skype под свои личные интересы, то, что нужно вам. Я у себя поменял. То есть запуск Skype у меня стоит при запуске Windows. Как только у меня включается компьютер, у меня автоматически запускается Skype. Если вам это не нужно, то, пожалуйста, эту галочку просто убирайте. И у меня идет автоматическая авторизация. Тут не надо каждый раз вводить логин и пароль. У меня сразу все это на автомате. И выбор языка интерфейса. Поэтому, коллеги, сразу здесь можете настроить, чтобы у вас был русский язык. При этом можно аватары вообще убрать, если они вам мешают, раздражают. А можете их оставить. Вот. То есть я этим пользуюсь. И здесь же вы можете изменить аватар свой. Ну и в личных настройках добавить либо фотографии, либо аватарчик. У нас участники мастер-класса видела у кого-то личные фотографии, у кого-то картинки. Это замечательно. Значит, эта функция умеете пользоваться. Здесь очень важно настроить звук и видео. Часто при проведении Skype встреч бывают перебои. Именно там что-то не слышно, либо не видно, камера не работает. Так вот, именно здесь в настройках безопасности это можно проверить. И очень часто... Поэтому и микрофон здесь можно настроить, выбрать динамики, громкость. Так. И использовать именно ту веб-камеру, не включая программное обеспечение Skype, а используя только веб-браузерную версию Skype. Все контакты у вас в облаке. То есть это не страшно. Я несколько раз удаляла, например, Skype у себя на смартфоне. Снова восстанавливаю, и все восстанавливалось. То есть даже эти общения в чате, это все остается. Да, да, правильно, Зина Николаевна. Есть учетная запись, ничего не удаляется. То есть сохраняется. При этом в настройках вы можете сделать так, чтобы у вас все диалоги, которые вы провели, чат, имею в виду общения, они у вас сохранялись, они удалялись, потому что в настройках это можно изменить, чтобы они все удалялись спустя какое-то время. Далее, вы можете отметить для себя, принимать звонки от кого. То есть видите, в моих настройках я принимаю звонки от кого угодно, для того, чтобы принять новых участников, новые контакты заводить. А можно принимать звонки только от моих контактов, которые у меня есть. Видите, то есть демонстрацию экрана тоже можно запретить, да, только вообще ни от кого нельзя принимать демонстрацию экрана. Это тоже нужно знать. Потому что если вы нечаянно запретите принимать демонстрацию экрана, то когда я попытаюсь вам что-то показать на своем компьютере, то не смогу этого сделать. Тоже используйте. Далее, звуки. Обратите внимание, здесь можно выбрать звук для событий. То есть это тоже. И причем можно загрузить свой музыкальный файл. Вот. Можно вообще все звуки отключить. У меня нет. Я свой звуковой файл не стала закачивать. Мне устраивает, вот идет. Некоторые я убираю. То есть если ошибка во время звонка, ведь у меня звуковой файл, ой, мелодия не отмечена. Так. Просмотреть запись, к сожалению, можно будет только после окончания мастер-класса. Далее, имеется в виду расширенные настройки. Тоже воспользуйтесь, загляните, пожалуйста. Потому что именно вот здесь в расширенных настройках. Так. Мы видим. Так. Сейчас сделаю побольше экран. У меня мелко. Вот. Мы видим, чтобы не убирать скайп из панели задач, когда я в сети. Показывать водяной знак. Я убрала сразу. То есть мне вот водяной знак мешает, я убрала. И отображать имя моей учетной записи в левом верхнем углу. То есть это тоже. Да. Да, Алиса. То есть вот. Далее. Что еще? По поводу чата, общения. Здесь тоже можно настройки сделать. И, пожалуйста, если вам нужно, то вы можете сохранять историю всегда, либо на определенное время. Вот у меня всегда сохраняется история. Я ее не чищаю. Вдруг мне понадобится. При этом сохранить историю общения можно вообще дополнительно. Да. Экспортировать историю чата вообще. То есть это тоже очень важно. Например, вы можете... Бывает такое, что вот на протяжении нескольких месяцев идет общение. Очень много информации нужной, полезной. И можно как сделать? Либо откатку на самый первый день общения с этим участником. Но бывает, это очень много нужно проматывать. И просто выделить и скопировать, как обычно мы с вами копируем текст. Либо здесь использовать. Вот. При этом я для себя сделала то, чтобы у меня сообщения вставлялись, как обычный текст. Если вы когда-нибудь пытались скопировать текст в чате, да, вообще ни строчку копируете, и пытаетесь ее передать участнику, то вы видите, что там время сохраняется. Бывает, да, что он не очень красиво выглядит. То есть там полностью все данные сохраняются. А вам бы хотелось потом этот текст отредактировать. Чтобы отредактировать скопированный вами текст, вам нужно заранее до этого на стройках поменять сообщение, вставляться как обычный текст. Иначе его нельзя отредактировать. Вот. Так. И если вы при общении в чате видите, что кто-то там печатает что-то, что человек вам отвечает, то это тоже в настройках меняется. Показывает, что я печатаю. То есть у вашего участника тоже эта галочка стоит. И обратите внимание, что ошибки в тексте проверяются благодаря тому, что галочка стоит. Автоматически исправлять и выделять слова с ошибкой. Вебинар будет проходить примерно час. То есть не больше. Может меньше, но не больше. Так. И при получении файлов они у меня автоматически все сохраняются. То есть все файлы, которые я получаю, картинки, документы, они у меня в отдельной папке. Тоже вот здесь вот именно можно найти эту папочку. То есть вы можете даже выбрать свою папочку, использовать здесь. Вот это очень важно. Как бы при использовании галереи с топ-кадров, так же и здесь сохранять все файлы. Далее. Визуальное оформление. Скажите, пожалуйста, кому не нравятся смайлики и модди? Есть такие, которые в чате мы пишем? Или вам всем нравятся? Во время общения вы их применяете? Я вот применяю для того, чтобы показать, что я хорошая мы с положением духа, что у меня настроение приподнято такое. То есть есть у вас. Отлично. Многие нравятся. Есть такие, которые не стоит использовать. Да. Они реально повышают настроение. Некоторые ужасные. Да, я согласна с вами. Но при этом, чтобы иногда ваш ответ или ваш вопрос выглядел не очень грубо, вернее, не грубо, или как-то, чтобы смягчить интонацию, то есть можно поставить смайлики, и уже будет совсем другое восприятие. Поэтому мне бывает, что при поздравлении использую еще дополнительные модди, это музыкальные файлы, там есть видеофайлы, да, совсем коротенькие, из различных фильмов, но тоже не все. Тут тоже на выбор. Поэтому на стройках вы можете посмотреть, что подходит вам или не подходит. Видите, показывайте мотиконы, анимированные мотиконы, видите, показывать крупные мотиконы. То есть вот это вот все. Конечно, не все могут нравиться смайлики, я согласна. Бывает такое тоже. Это нормально. Далее. Настройки звонка меняете. И передвесацию. Вот о том, о чем я говорила, о том, что передвесация – голосовая почта. То есть, чтобы звонки не пропускать со скайпа, когда вам люди звонят в скайпе, они переходят на ваш телефон, но при этом для оперализации нужно иметь деньги на счете в скайпе. То есть вот это есть. А, Зоя Николая напишет «Отключай все звуки». Мне очень понравилась вот эта функция, и в принципе я стараюсь их пользоваться. Далее. Настройки уведомлений. То есть это когда вы во время общения в скайпе с одним участником получаете уведомление, что там вам еще кто-то написал сообщение, либо вам смайлик отправил. То есть здесь вы можете это для себя отметить. Кто-то вам прислал файл, да, вот что сообщение пришло, что голосовое сообщение вам оставили тоже. Вот эти галочки вы для себя оформляете. Что вам считаете нужным, то и для себя отметьте. При этом, смотрите, если вы отметите первую галочку, заходит в сеть, то если у вас в контактах, предположим, 100 человек, и они одновременно решили зайти, то вам придет все 100 сообщений, уведомлений о том, что каждый человек вошел. То есть вот у меня, да, то есть я оставила эту функцию для того, чтобы видеть, кто зашел в сеть сейчас на данный момент. Так, когда надо сдать первые практически работы? Практические работы это по скайпу и по порталу Microsoft нужно сдать в течение недели. До воскресенья пишем. До воскресенья нужно сдать, потому что с воскресенья у нас начинается уже вторая неделя. Мастер-класса. Так. На этом все. То есть видите, даже у нас меньше, чем час. Есть, была ли вам представлена полезная информация? Есть что-то такое, что вы узнали новое для себя? Или, в принципе, вы все-то знали? Если это знали, я очень рада за вас. Значит, вы молодцы. По практическим работам, это на форуме «Посмотрите» это работа в скайпе и работа на портале Microsoft регистрация. Так, по скайпу, пожалуйста, коллеги, отправляйте запросы мне. Спасибо.